Расскажи, как называется семинар, почему так, для чего мы здесь все собрались? Семинар называется «Есть ли жизнь после свадьбы?» Очень такой сложный вопрос, даже для тех, кто уже в браке. Ну, раз мы еще живы, значит вопрос напрашивается сам. Жизнь есть, а какая жизнь? Ну, хочется, чтобы она была самой лучшей, и чтобы она приносила много благословений уже в браке. Потому что встречаем множество разных трудностей, и дьявол, он не дремлет, не спит, он хочет разрушить здоровую семью. Поэтому собираемся, чтобы пообщаться над эти темы, чтобы поддержать друг друга духовно, чтобы выявить, ну, где наши слабые места и укрепить их. Ну, я думаю так. Ну, а чем нужно себя корректировать? То есть, если наблюдаются вот какие-то там трудности, вот как себя подкорректировать, как понять, что именно ты поступаешь не так, что нужно предпринять? Вот, может, совет какой-то дашь тем людям, которые нас будут смотреть? Ну, я думаю, очень важно, ну, действительно иметь близкие взаимоотношения с Богом. Потому что Он может действительно в нас открыть то, что в нас не так. Сами иногда мы этого даже не понимаем. Нам всегда кажется, что мы всегда правы. Ну, когда Бог приходит в твою жизнь, Он начинает тебя обличать, говорит, здесь смири, здесь так поступи, здесь и ступи. Я думаю, когда в семье муж и жена, они ищут Господа, тогда Бог направляет. И одного, и второго. И тогда действительно, ну, семья становится еще больше крепкой, благословенной, и приходит радость, настоящая любовь, искренняя. Поэтому так. Ну, а еще такой вопрос. Может, ты хочешь поделиться какими-то вот секретами счастливой семейной жизни? Вот какие-то вот несколько советов дать людям, которые ты уже открыл в своей жизни, и понимаешь, что это работает. И хочешь поделиться вот с другими людьми? Что там, ну, я не знаю, там, читать Библию какие-то, главы, возможно, где вот открыты эти вопросы. Там, слушать жену, там, или там, иногда мыть посуду, мыть полы. Там, ну, что нужно? Что они вообще хотят, эти жены? Что их не устраивает? Это конкретного совета дать, я даже не знаю, потому что у каждого это свой мир, это, знаешь, своя вселенная какая-то отдельная, каждая семья. Но, не знаю, вот недавно даже читал, что любовь состоит из трех составляющих. Это жертвенная любовь, любовь дружеская, и любовь уже такая на физическом уровне, да, вот симпатия и все остальное. И самое первое, это жертвенная любовь, когда мы для другого человека готовы чем-то жертвовать, жертвовать, ну, менять себя, смиряться где-то. Второе, это чтобы в семье были настоящие друзья, они были дружескими, дружескими отношениями, искренними, делились вообще всеми секретами, не было никаких тайн, вот такие настоящие друзья в семье. Ну и третье, конечно же, это уже как забота, вообще то, что человек тебе просто нравится физически, да, тебе приятно с ним, то есть вот эти три составляющие, но главное, что порядок правильный. Первое, это жертва, второе, это дружба, и третье, это уже симпатия и все остальное. Вот это все составляющее любовь, и когда оно все есть, оно тогда... Что вы ожидаете вообще от этого вечера? Вы будете меньше своих мужей ругать после этого встречи, семинара? Просто интересно услышать, интересно услышать, сравнить то, что ты уже имеешь такой опыт уже, и, ну вот, делайте вот это. Как семинар называется? Зачем вы сюда пришли, брат Александр? Я сам задаю себе вопрос. Зачем? Семинар называется... Как называется семинар? Я думаю, что ожидаем Божью мудрость. Вот, потому что Божья мудрость иногда намного лучше, чем наша человеческая мудрость, и она, мудрость, она вечно. Вот, поэтому хочется, чтобы наши семьи были сильные вообще, и чтобы в семьях была мудрость, мудрость Божья в первую очередь, потому что Слово Божье говорит, что Иисус создает, Он сказал, я создам церковь, а семья — это самая первая церковь в церкви, да, домашняя церковь, поэтому желание наших сердец, чтобы... Мое желание сердец, чтобы наше семя соседал Иисус Христос, и все было построено на нас. А что ты можешь нам пожелать или посоветовать нижамужним братьям, сестрам, что их ожидает, как им стоит отнестись к выбору, что вообще к дальнейшей жизни? Может, есть какие-то мысли по этому поводу? А я думаю, что Иисус сказал в Своем Слово, прежде всего, ищите Царство Божие Божественное, а все остальное приводится. Я думаю, что для каждого парня, мужчины, есть девушка или сестра, которую Бог приготовил уже, поэтому я думаю, что попрошать у Него Бог благословит. Вы что-то хотите пожелать тем людям, которые сюда пришли, собрались? Пожелать, чтобы еще больше любили и ценили других. Вот самое главное пожелание. Нужно, наверное, услышать, хотеть услышать то, что сегодня было говорили, и тогда получится больше любить и ценить. Я не уверен, что услышали что-то здесь для себя новое. Все равно мы здесь, потому что можем ошибаться, можем думать, что мы уже все знаем, нам уже некуда стремиться. Ну, это же такое, может быть, обманчивое чувство. Мы пришли всей семьей, будем учиться, слушать. И если есть что-то, услышим для себя, я думаю, что-то, наверное, все-таки услышим для себя какие-то полезные, мудрые вещи из опыта. Будем воплощать их. Нам есть всем, к чему стремиться. Что ты можешь посоветовать тем людям, которые еще такие, как ты, не вступили в праку? Как ты? Каким быть? Господа, молиться и прислушиваться к сердцу. Думаю, что Господь даст этот знак, время, когда в сердце, когда ищешь Господу, приходит такое понимание, что сейчас приходит понимание, что это время. То есть ждать побуждения от Бога, да, какие-то? Да, да. Хорошо, отлично, спасибо. После вот этого семинара еще больше семей в нас, в церкви, загорелись служением именно вместе. Вот они не только там наладили какие-то, возможно, увидели какие-то трудности в семьях, там, и как выходы с этих, ну, чтобы вот у них зажелся этот огонь именно служения, именно семейного, чтобы они вдвоем решили делать что-то для Бога, для церкви, знаешь, в Доме Божьем служить. И потому что я знаю, что в этом очень большое благословение для семьи, когда именно служат вдвоем. Не только муж там ушел на служение, или жена. И вот, не знаю, мое искреннее желание, очень хочется, чтобы вот этот огонь, именно семейного такого служения, он еще больше зажегся в нашей церкви, в нашей семье. Слава Господу! Очень рад, и всех вас приветствую, и рад, что вы пришли сюда. И кроме приветствия, я хочу сказать, что вы правильно сделали, что пришли вместе пообщаться и услышать очень интересную тему. Есть ли жизнь после свадьбы? Заинтриговал этот вопрос, правда? Интересно. Есть или нет? Может, кого-то нету, кого-то есть. Я хочу несколько стихов прочитать, и мы помолимся. И чтобы этот семинар, он был благословенный Господом, мы призовем его имя. В крищах написано, что-то так мне положилось, несколько стихов, хочу прочитать с 15 главы. И потом Коринфянам прочитаем. Светлый взгляд радует сердце. Аминь. Вот действительно так, особенно среди молодых людей, ну, среди семьи, муж и жена утром проснулись, светлые лица радуются, улыбаются друг другу, что какие-то приятные слова сказали друг другу. И светлый взгляд радует сердце, а добрая весть уточняет кости. Тоже интересно, да? В одном стихе два вопроса, и вопросы, и ответы есть. Поэтому ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. Отвергающие наставления не радуются своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Я думаю, что эти слова очень важны для каждой христианской семьи. Чтобы в семье было благословение, чтобы в семье был порядок, нужно исполнять Божье слово. А всему, как бы, созидающим или связующим материалом является любовь. Сегодня у нас написано здесь эти слова. Вчера читал, читал вечером, что тут за слово, ты можешь прочитать, что тут написано? Ну, оказывается, это очень хорошее слово, которое Бог предназначил для человеков, для людей. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел написал очень важные слова. Хочу вместе с вами прочитать эти слова, о которых мы знаем, и которые созидают каждую семью, независимо, это христиан или не христиан, но христиан больше созидает и связывает любовь Божья. И здесь апостол Павел говорит, такие слова. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и язык умолкнут, и знания упраздняются, никогда не перестанетесь. Я очень рад, что и я сегодня попал на это общение, я думаю, что, я же говорил, брат, я говорю, дедушка придет, будет слушать. Но я думаю, что это хорошо, дедушка, ну, всегда, знаете, мне радует, мне прекрасно быть, мне нравится быть среди молодежи, и слушать, и учиться, и учить, и наставлять, поэтому, я думаю, что очень важно. Самое главное, что на протяжении многих лет, сколько люди живут в браке, их скрепляет любовь. Когда сердце чистое, когда взгляд чистый, светлый, любовь наполняет сердце, и жить приходится, ну, жизнь протекает в любви, в мире ее радости, и очень прекрасно. Хотя дедушка, а в сердце все равно любовь. Хотя и бабушка, а в сердце любовь. Знаете, это очень прекрасно. Я как-то слышал, читал, такие, ну, христианские там, как это называют, ну, высказывания. Детей спрашивают в воскресной школе, что такое любовь. У мальчика спрашивают, там, девочки, что такое любовь. Годил мальчик, говорит, поднимает руку, говорит, я вам скажу, что такое любовь. Любовь, это когда мой 60-летний, 90-летний там дедушка, взял ножнички, и сел, бабушка, и начал ногти срезать на ногах. Вот это в них любовь. 90 лет, представляете? Малыш понял любовь, что его дедушка с бабушкой прожили всю жизнь в любви. И дедушка в 90-летний наклонился, и бабушке ногти срезал. Поэтому пусть это любовь, она будет внутри нашего сердца, чтобы мы всегда могли улыбаться друг к другу, чтобы мы всегда могли, знаете, поддержать руку друг друга. Ведь мы женимся, люди женятся по любви, правда? Без любви ничего не может быть. И любовь превыше всего. Поэтому пусть это Божья любовь, и наша любовь, которую Бог вложил в наше сердце, друг к другу, к семье, к мужу, к жене, она будет очевидна. Чтобы люди всегда могли видеть, что мы люди. Я как-то пример приводил, у нас там на улице жили, жили, ну семья жила, у них одна дочка, муж и жена, дядя Коля, тетя Лида. И вот однажды, дочка уже взрослая у них такая, и говорит, мама, давай, ну поехали с семьей на озерку. И они никогда не разлучались, я друг друга. Вот я столько видел, тетя Лида там что-то консервирует, дядя Коля с ней там накидает. Ну вместе, в магазин они вместе, куда-то поехать они вместе, никогда не разлучались. Ну эта дочка, Валя, говорит, мама, ну что он ходит за нами, мы там пойдем, сейчас женские там посмотрим, принадлежные. И вот давай мы потеряемся, чтобы он не нашел нас. И что, знаете, в толпе они потерялись, дядя Коля пришел домой, и они потом приехали, а он сидит, плачет, и говорит, Лидочка, мы с тобой прожили там, ну долго его, я думаю, что за 50 лет они прожили. Как это вы могли меня от этого бросить одного? И вы знаете, через некоторое время этот дядя Коля заболел и умрел. И тетя Лида буквально в течение полугода тоже заболела, тоже умрел. И когда мы с женой ходили проведывать ее, она говорит, я думаю, что тот момент повлиял, когда мы его оставили, потеряли. Люди неверующие, но в ихнем сердце была такая привязанность друг к другу, что они друг без друга не могли ничего делать. И в один момент вот произошел такое. Поэтому никогда не оставляйте друг друга. Сохраните эту любовь до конца. И Бог вас наградит. Давайте мы помолимся. Я думаю, что сегодня будет интересный семинар. И я представляю, хочу представить, брат Константин, наш друг, пастор, его жена донута. И мы пригласили их. Они проводят такие семинары, очень полезные семинары. Я думаю, что и сегодня для каждого из нас они принесут пользу. Может быть, в вашей семье какие-то получились, может быть, разрывы. то сегодня вы можете связать этот крепкий узел любовью. Мы помолимся, чтобы Бог благословил нас быть усердными, принять наставления, потому что те, которые принимают наставления, они могут. Небесный Отец, мы искренне, сердечно благодарим Тебя, славим и величием Твое чудесное и славное имя. Ты наша надежда и скала. Ты наш Бог. И мы так благодарны Тебе, что сегодня мы собрались здесь с семьями, мужья со своими и любимыми женами. Мы пришли, чтобы поклониться Тебе, Господь, чтобы прославить Твое славное имя, чтобы возвеличить Тебя, Господь, и воздать Тебе славу, что Ты Бог, Который созидаешь семью. Ты Бог, Который благословляет мужчин и женщин, чтобы они составляли семью, рожали детей, Господь, радовались жизни и проставляли Твое славное имя. И мы так благодарны, что сегодня мы вместе собрались, Господь, и этот семинар, Господь, пусть он будет благословен тобою. Пусть твоя мудрость, пусть твоя сила, она будет, Господи, явно для каждого, для каждой семьи, Господи, для каждого человека, кто пришел сегодня послушать твое слово, слово живое и слово вечное. Пусть твоя стригляющая любовь, она еще больше и больше соединить каждую семью, Господь. Мы просим об этом. Мы молимся тебе, Господь, и призываем твое благословение. Благослови брата Константина, благослови сестру Дануту, Господь, чтобы их сердце, Господь, оно было наполнено твоей силой, и они могли передать твое слово, Господь, чтобы мы могли принять его в свое сердце и научиться, чтобы быть разумными, Господь, чтобы быть мудрыми в этом мире, чтобы созидать, Господь, семью, Господь, и быть примером для окружающих людей. Во имя Иисуса прибудь с нами, благослови нас, и мы за все тебя прославим, великого Бога, Отца. Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, брат Константин, какой у вас порядок, мы все доверяем. Прекрасный семинар уже. Добрый день, слава Иисусу Христу, благодарим Господа за этот праздник. Сегодня не День Святого Валентина, а День Святого Константина, Дануты, Николая, Александра и так дальше, ваших жен. И я благодарю Бога, что у нас не один день в году, когда мы говорим комплименты друг к другу и восхищаемся друг другом. И это сделал Господь. Слава Ему. Немножечко приключилось такое приключение. Вчера слышу, как мой голос, и что-то вот с здоровьем, но уже не стал звонить, откладывать, потому что уже все приготовлено. И думаю, что-то Господь делает в наших семьях, в нашей жизни. Мы верим в Водительство Святого Духа. Но если будет там какая-то конфета у меня во рту, не обращайте внимания, зубами у меня все в порядке. Поэтому пусть Бог благословит. Я благодарен за молитвы. Дорога наша с Кривого Рога, ямы, лед уходит, вместе с ним асфальт. Но по милости Господней, я со своей драгоценной женой Данутой на этом месте, мне 45 лет. И в этом году мы в браке уже с Данутой, в 2017 году будет как 25 лет. А Бог так благословил, мне было 20, ей 18. По современным меркам, зеленое вроде бы, но Господь нас сохранил. Слава Богу, что на нашем пути мы встретились с Иисусом Христом, Он нас нашел, спас сначала Данутину маму, потом она молилась за нас, Данута пришла к Богу, потом они вдвоем уже начали кружить вокруг меня своей любовью, своими переменами, которые делал Господь. Я не мог устоять перед великой Божьей любовью, преклонил колени. Мы в один день, в одном году, мы заключили всей семьей завет с Господом. И, знаете, кто-то спрашивает, ты был в какой-то проблеме, вот как вы пришли, почему вы начали искать Бога? То мы не были в там наркотической какой-то яме или еще какие-то проблемы. Такая среднестатистическая украинская семья, но какая бы там она ни была, яма там благородная, но все равно она яма. Без Бога жизни нету, и поэтому благодарение Богу, что Он нашел нас, спас нас. И это именно та женщина, которая предназначила для меня Господь. Врачи говорили в нашу жизнь различные проклятия, как бесплодие, у вас никогда не будет детей. Но когда мы пришли к Богу, мы начали молиться. Мы узнали, что можно молиться об этом, и вся церковь начала молиться. Наш друг, знакомый, очень хороший, заведующий гинекологией и акушерства, деревянка Любовь Ивановна, профессор, она говорила, я вам ничем не могу помочь, извини, да ну-то, но у вас никогда не будет детей. И потом, когда Бог дал нам эту первую беременность, в ее деле так и было записано, беременность на фоне бесплодия. Парадоксально, да? Вот. И этот же профессор, она принимала нашего первенца, Диану, потом вторую дочку, Алису, они сейчас там в колледже, они тоже с нами здесь, но там в колледже находятся. Диана учится, Алиса вместе с нами приехала. Поэтому за все мы благодарим нашего Господа. Бог благой, помог нам до этого места. Наша программа сегодня будет так, будет из двух частей. Первый блок, вот час или час 15, и потом будет пауза, мы попьем чай, кофе, что вы здесь приготовили. Заранее мы благодарим за атмосферу, которая здесь. Кто постарался, столы, свечи нас подогревают, сзади уфу, спину, но все здесь мигает. Я знаю, что это еще с Рождества и так далее. Но атмосферу творят люди, не вот мигающие фонарики. И поэтому я верю, что нам будет здесь хорошо, потому что Господь с нами, наши жены с нами, муж твой рядышком. Поэтому слава Господу. И потом после перерыва вторая часть, тоже может быть минут сорок или час, и в конце я хотел бы, чтобы мы так молились, особенно, и чтобы мы не стратили. Я верю, что Господь что-то приготовил для нас. Сразу прошу, не воспринимайте, как будто приехали там учители, которые желают вот так, знаете, сверху чему-то научить. Я знаю, у вас есть свой опыт. Вы благословенные в Боге. И многим вещам мы могли у вас учиться. Но так, вы нас пригласили. И то, что имею, то даю. То, что имеем какие-то отношения уже, понимание от Бога. Мы просто желаем поделиться. И мы просто благодарны Богу, что у каждого из вас есть свой благословенный путь. Я верю, что вы тоже благословенны в Господе. И так, наш семинар. Такое название. Есть ли жизнь после свадьбы? Вопрос, конечно, риторический. Конечно же, есть. Только вот какая жизнь? Вот вопрос. Какая жизнь? Есть огонь, как свечечка. Есть как уголечек, так даже иногда рукой можно взять. А есть костер, в котором камин горит. Мощный. Жизнь то есть, и любовь то есть. Но какая такая любовь? И кто-то 5 лет, кто-то 10, кто-то 15, кто-то 20, 25. Кстати, кто 5 лет уже вместе? Есть такие пары? Ну, поднимите руку, пожалуйста. Да? А у кого больше? 6-7 приблизительно. А у кого до 10 лет? Вот до 10 лет. Так. Есть. А у кого до 15? Так. Так. А у кого 20? До 20. Так. А у кого до 25? И больше. И больше, скажем так. На этом. Слава Богу. Я недавно одну такую историю прочитал, когда, по-моему, Джо ему было, или 97, а Хэнси 93. И они вместе прожили 70 лет. 70 лет. И у них там правнуки, правнучки, и даже один праправнук. Но вот дети, а папе с мамой, а дедушке с бабушкой говорили, что все эти 70 лет совместной жизни, они продолжали работать над своими отношениями. И я просто так, ну, восхищался, так, вау, как это здорово. Люди не сложили лапки после 20 лет там, после 30 лет. Это, да какие уже там нежности, какая такая любовь. Но люди продолжали развивать свои отношения, понимать, смотрели на друг друга, на потребности друг друга и могли служить этим. Это, конечно, прекрасно и достойно уважения. Крепкий брак – это не удача, это победа. И над крепким браком с счастливой семьей нужно постоянно трудиться, работать. Почему мы сегодня собрались? Потому что институт семьи сегодня под большими атаками. Сатаны, общество, различных религий, лжеучений, там, бескультурщины, различных понятий. И поэтому мы, как верующие люди, как Церковь Иисуса Христа, мы просто утверждаем Царство Божие через свои семьи. И это очень важно. Это очень важно о том, что Николай Иванович сказал, с какими лицами мы сегодня пришли. Братья, я буду смотреть сегодня на то, как улыбается твоя жена или нет. Ты-то можешь, да, хоть лицо порвать, но твоя жена, насколько она сейчас выглядит счастливой и несчастливой. Я не за то, чтобы сейчас мы натянули улыбку специально. Бог видит все наши дни. Итак, такой первый этап – библейское основание брака. Библейское основание брака – это Божий замысел. Некоторые места, конечно, если братья высветят, кто-то откроет Библию, слава Богу. Но я бы посоветовал взять какой-нибудь блокнот, если вы с собой взяли. Кто-то сказал, что тупой карандаш лучше острой памяти. И поэтому незаписанная мысль, она потраченная мысль. Я верю, что Бог может проговорить что-то, какой-то момент проговорить для вас, для вашей семьи. И можете записать, или откровение, я не знаю, что Бог скажет. Возможно, даже не то, что я буду говорить, но наведет на какую-то мысль. И это будет откровение для вас, для вашей семьи. И поэтому сделайте это, приготовьтесь. И я напомню многие вещи, которые мы знаем. Я еще раз скажу, что здесь и есть проповедники, учителя, служителя, и просто благословенные семьи. Но тем не менее, библейское основание брака, это Божий замысел. И первая книга «Бытие», она нам говорит о том, что Бог сотворил мужчину и женщину. Я хотел бы читать вместе с вами «Бытие», давайте мы с первой главы, 26-27 стих. «Бытие» 1, 26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и так далее, и так далее, и так далее». Итак, это Божий замысел. И мне так нравится, я в центре здесь ставлю слово «и благословил их Бог». Дальше, когда мы по контексту читаем, там, и вторая глава, что «нехорошо быть человеку одному». И мы понимаем, что Бог, сотворивший мужчину и женщину, а вначале был только Адам, потом Ева, и мы видим закон отношений, закон общения, закон коммуникации, с латинского «communis», то есть «общее». Чем можно делиться. И один человек как-то сказал, что если вот, ну как вот слово «общение» и там корень «общий», если у нас с тобою ничего нет общего, то через какое-то время мы просто становимся чужими. И вот Бог, сотворивший мужчину и женщину, Он сотворил для того, чтобы было отношение, чтобы была коммуникация. Бог по природе своей, Он хочет делиться любовью, Он хочет благословлять. И поэтому, братья и сестры, ну, мое такое субъективное мнение, что вопрос размножения не стоит на первом месте, не на главном. Конечно же, там, где делятся с друг другом, там, где есть любовь, там, где есть отношения, там будет умножение, там будет любовь. Любовь, она всегда плодоносна, она родит, и поэтому, где много любви, там детки, слава Иисусу Христу, но нельзя ставить с ног на голову и обратно. Основной закон все же отношений. Бог сотворил Адама, потому что он хотел делиться, Бог переполнен любовью, Бог есть любовь. И поэтому в этом слове нехорошо человеку быть одному и дальше. И благословил их Бог, и сказал дальше, плодитесь и размножайтесь. Да, земля пустая, но Бог заинтересован, чтобы приходить в Эдемский сад, находить Руслана, Константина, Сергея, там, и так дальше, и беседовать. Иметь эти отношения. И поэтому очень важно. Бог, Он хотел, чтобы проявлялось вот это самовыражение любви. И поэтому первоначальный такой задум и мысль Бога о том, что Он Сам проявляет самовыражение. И Адам, он будет несчастный, нехорошо человеку быть одному, если у него не будет объекта, которого он будет любить. Подобный тебе, как помощник, с кем он будет общаться. И один человек сказал, общаться, значит, по-настоящему делиться с собой, с другим человеком. Общаться, по-настоящему делиться со своей женой, со своим мужем. То, что у нас общее. И, конечно же, у нас много чего общее. Сегодня мы, у нас тоже есть общее, мы сегодня в церкви. Если бы не Иисус Христос, если бы не вера Христова, мы бы не знали друг друга, мы бы не были собраны. А так, благодаря Иисусу Христу, у нас есть общие цели, общие взгляды, предназначения. Но, конечно, много и похитителей, которые могут похитить вот эти вот отношения. И, по сути, в дальнейшем, как произошло грехопадение, было утрачено вот это вот общение, или искреннее общение. И грех начал потом производить определенные свои проклятия. Поэтому, очень важно общаться. Закон общения. Если в семье, братья мои дорогие, малословные, мы меньше всего употребляем такое вербальные речи, слова, нам нужно больше общаться со своими женами. И мы должны делиться друг с другом. Если мы перестаем, или у нас слабое общение, тогда мы начинаем что-то терять. И поэтому мы так нуждаемся, чтобы мы были открыты друг перед другом. Чтобы мы не говорили сквозь друг друга, но говорили с друг другом. Это очень важно. Очень важно. И пусть Бог нам в этом поможет. Когда-то у президента бывшего Грузии, Санкашвили, спросили, я смотрел эту передачу, и говорят, у вас столько много врагов. Он говорит, да, там их много. Я думаю, сейчас еще больше у него появились, потому что это было где-то 2 или 3 года назад. Ну и спрашивает корреспондент, а друзья-то у вас хоть есть? Он говорит, есть у меня много друзей. Он говорит, так у вас много врагов. Откуда много друзей? И вообще, источник дружбы. И он, в принципе, сказал такую евангельскую весть. Такую, по сути, истину. Он говорит, те мои друзья, у которых у нас одинаковое мировоззрение, и у нас общие с моими друзьями вот эти вот ценности, такая дружба вечная. И я так слушал, думаю, ну точно, ну так вот, как в Ивангелии написано. И поэтому вот это очень важный закон коммуникации. И когда есть отношение, друзья мои, там будет тоже любовь. Она не будет гаснуть, как говорят, подошли там к брату, там с сестрой спросили, а вот вы уже там 20-30 лет там прожили. И знаете, конфетно-букетный период прошел, и все. Уже сначала там был такой прожектор, потом там соточка-лампочка, потом там экономочку крутили, а потом на лэ перешли, и так далее, и так далее. И все там уже на том жертвеннике так свыклись, привыклись, и вот уже по накатанному рельсу, и это убивает семьи, где нету этих развивающихся отношений. Когда, вот знаете, как во Христе, говорят, и старости сочные, и плодовитые, чтобы провозглашать, как благ Господь, и так дальше. Хоть внешний наш человек, да, с дня на день тлеет там или разлагается, но внутренний, друзья, мы, с нашими семьями, с нашими отношениями, с нашими женами, должно вот происходить, как с внутренним человеком. И я верю в растущие отношения между мужем и женой. Не деградация, так, знаете, с годами, а наоборот, 20, 30, 40, они просто мудрее. Они знают, как теперь там обойти некоторые горячие головы, которые там вот в юности могли сделать ошибки, или не понимали потребности друг друга, и по пустякам ссорились там, и сковородки летали. Ну, христиан не летают, а если летают, ну, такие, ну, пластиковая посуда. Но, в общем, Господь желает, и я верю, что это хорошее Евангелие последнего времени, когда смотрят на наши семьи, на наших бабушек и дедушек, оцерковленных или членов церкви, и которые горящие. Для меня всегда примеры, идут люди в молитвенный дом, под ручку они, или они под ручку, за ручку держатся, или нет. Или он, как гус, идет, а она 100 метров назад плетется к молитвенному дому. Что такое? Что случилось с тобой, брат? Почему ты такой гусь важный? Она там тянет детей и тому подобное. Поэтому это очень важно, чтобы мы были примером для этих людей, которые нас окружают. О, супер, да они такие, да детки какие, а жена, смотри, какая она счастливая. Я не такая, я хочу этого счастья. У нас есть много друзей, которые просто придут к нам в гости, потом уходят, и потом эти знакомые донуты, они начинают исповедоваться в данных, и они счастливы. Я вижу, у вас как-то так, вот так произвольно, все хорошая такая атмосфера, у нас нету. Хотя, видите, как Венковский когда-то, Сергей Петрович, говорит, а вот этого, а этого нету. И вот это, вот это, это дает Господь через свое слово, когда мы открываем свое сердце. Один человек сказал, такая цитата, мы до бесконечности расширили возможности к общению, но потеряли способность к реальным отношениям. У нас сегодня столько возможностей. Вот я к своему этому гаджету подойду, мобильный телефон. Я помню времена, когда к нам домой звонок такой, стационарный проводной телефон, а можно мне Галю позвать там с 9-й квартиры, когда подъезд приходил, чтобы с кем-то поговорить. Или на телеграф мы разговоры заказывали там с Москвой, там с Питером, еще не знаю с кем. А у нас сегодня куча возможностей. Телефон в каждом кармане, скайп, интернет, фейсбук, контакты, инстаграм, до бесконечности действительно умножили возможности к общению. Но скажите, а стало ли общение качественным? Парадоксально, но наоборот, какая-то наоборот откат такой происходит. Люди при этих возможностях стали меньше общаться. И порою даже, признаюсь перед вами, дочку позвать к столу, так через контакт, клан с победы прибегает. Нам даже порой иногда лень пройти, если у вас большой дом, ну, если, наверное, тоже кого-то звали. Мы умножили, но мы реже можем встречаться, ну, пусть это нас не касается. Основные библейские столбы семьи, то есть понятные, которые мы знаем, но я напоминаю, братья и сестры, автор Бог, автор семьи Бог, не история, не культура. Один человек сказал, что ваша культура сплошное без культуре. То есть институт семьи не создала какая-то нация или течение в какой-то культуре на всех континентах, во всех племенах, даже которые еще где-то по деревьям лазят. Но понятие, что должна быть семья, должна быть твоя женщина, у каждого народа, это заложено уже Богом. Хотя, может быть, где-то есть на земле, что живут как стадо, но это просто единицы. Это единицы. Бог через свое слово, и мы понимаем, если бы не Библия, если бы не эти путеводительные знаки, то если бы не было Божьего слова, откровения, то это был бы крах для семьи. И мы понимаем, и мы поклоняемся тому, который создал семью. Первое место, 1 Коринфянам 11.3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Вот мы говорим за столбы семейные, да, по Божьему слову. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж. И иногда женщины говорят, ага, созвали нас тут, украсили, чтобы опять нам наполнить вот наше положение, наше место. Братья, я вот думаю, когда мы читаем вот это послание, чаще всего, куда наш взор в Библии? На жену или то, что я тоже под чьей-то главой? Я так заметил, что мужчины, когда мы так в контексте читаем, то мы больше склонны так, ага, это вот жена. То есть нам глаза бросаются. Я в своей Библии, наоборот, выделил всякому мужу глава Христос. И сегодня, может быть, в некоторых христианских семьях из-за того проблемы, что некоторые мужчины, они просто без покрова. Нам это не свойственно, даже слух режет, да, что мы не покрыты, кто-то из мужчин. Женщине мы напомним, да ты не покрыта, ты же там не или непослушная, ты же замужем, не перед мужем, ты же должна вот за мной, я твой глава. Мужчины, насколько, братья, насколько мы вспоминаем о нашем покрове, о нашем главе. И многие или некоторые женщины, извините меня, они говорят, да мне было бы легче повиноваться своему мужу, если бы мой муж повиновался Иисусу Христу, занимал правильное положение. Сегодня такая деградация, множество женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. То есть меняются ролями, происходит нравственная деградация, или мужчины, которые не могут принимать решения, женщины, которые вынуждены находиться в том положении, несвойственной для нее, и она не может в том положении отражать раскаленные стрелы лукавого. Может кто-то захвачивает, может кто-то говорит, да я его прошу, а он все на меня сваливает. Но Божье Слово говорит о том, что мы ценные, оба, но положения у нас разные. Мужу глава Христос, жене глава муж. И вот третье место, или второе, Ефесянам 5,25, которое мы тоже хорошо знаем, мужья любите своих жен. Это очень важное слово, это очень важное место священного писания, потому что мы где-то такие, как дровосеки, мы грубые. Нам нужно вот это вот напоминание. Мужья, любите своих жен. Жены, они так сотворены Богом, что они нуждаются в нашей любви. И нам нужно работать. Некоторым мужчинам без проблем, но некоторым это хоть кол на голове чеши. Не могут проявлять нежность. Говорить слова, жене написано, повинуйте своим мужьям к Господу, Ефесянам 5,22. А скажут, как-то несправедливо. Значит, как мужу, так и любите. А как жене, так повинуйтесь. Дело в том, что это тоже, вот, есть корень в том, что мы сотворены по-разному. Женщины, если вы хотите сказать своему мужу, что вы его любите, скажите, я тебя уважаю. Я тебя уважаю. Мои дочки это просекли, если они хотят сказать комплимент своему папе. Старшая Диана, она подсказывает, папа, я тебя люблю. Нет, папа, я тебя уважаю. И мне, ну, сразу так, знаете, так, ты, да ты такой, или моя Данута. Она понимает, что, ну, немножечко мужчины такие, как хвальки. Нам необходимо, чтобы сказали, какие мы герои, какой мы там, какие мудрые, какой блаженый. Все. То есть, это эквивалент тому, что нам сказали, нас любят. Если нам, да, можно прямо сейчас сказать. Мужья, скажите своим женам, вы их любите? Только, пожалуйста, не только сегодня. И, дорогая сестра, скажи своему мужу, я тебя уважаю. Но только, конечно, если ты уважаешь. Брак у всех, да, будет честен, и лужа непорочна. Это тоже столб. То есть, у нас должны быть доверительные отношения. Без всякого там предательства. Так каждый из вас, да, любит свою жену, как самого себя. А жена, да, боится своего мужа. В некоторых переводах или текстах греческих написано, а жена до фобиос своего мужа. Фобия, страх такой, знаете. Но на некоторых женщин в нашей церкви. Может, у вас не так. Я посмотрел так вот, по-пастырски. Не видно, чтобы они боялись. Там мужчина, ее муж боится своей жены. В некоторых местах, такие переводы, написано, а жена, да, уважает своего мужа. Суть там в чем? Имеется в виду, вот, благоговейный страх или благоговейное отношение. Поэтому, вот, уважение, это тоже правильный перевод. А жена, да, уважает. Если женщина, если жена не уважает своего мужчину, то, друзья мои, успешный или благословенный этот брак не будет. В нашей церкви мы впервые за историю нашей поместной церкви разорвали помолвку. Молодые люди, все там уже, родители, в путь дорогу благословляют. Мы их объявили. И потом, мы лет семь назад начали с донотари, вот, такие, подготовку к супружеской жизни. И после сватовства мы разговариваем. Я разговариваю с братом, она разговаривает с сестрой. Потом вместе, потом опять отдельно. Я вам скажу, такие иногда дебри, такое состояние, что невозможно положить руки. Она воспитывалась бабушкой. Бабушка там экстра-супер, там, манипулянт. Она настолько, ну, скажем, мужа-ненавистница. И вот она воспитывала свою внучку. А мальчик, брат, он воспитывался в семье, где папа в семье, никто мусор, мама не уважает. Мама там глава в семье. И вот в такой обстановке мальчик воспитался. И потом, естественно, она его на себе покаяла. Потом, как бы, его на себе женит и подводит. Вот. И пастырь, положите руки. Мы так посмотрели. Там нужно разоблачение. Там нужно покаяние. Там надо разорвать эти связи. Различные душевные, вот эти все преткновения. Он не способен. Она так, Саша, да? Люблю, люблю. Так, тикины бинты, знаете. И она все решает. Так она. Что? Стоп. И я принял решение. Мы с Данутой говорили. И потом мы на них руки не положим. Если мы положим, мы будем перед Богом виновны. Это запрограммированный развод. Это запрограммированные, ну, скажем, проблемы. Если не будет разрешения. Нельзя на это вложить руки. И мы просто молились. И сверхъестественно Бог просто сделал то, что... Ну, кто-то скажет, слава Богу, кто-то, может быть, нет. А я скажу, слава Богу. Они возненавидели. Вот такие, какие-то такие, как глаза открылись. Фу, так ты действительно тюфяк. А он такой на этих курсах с нами побывал. Та-да, ты там супер манипулянт, тоже тебе надо покаяться. И все. И, знаете, ушел. И я благодарю Бога. Сейчас это прошло время. Эта сестра нашла такого братика, или братик ее, который такой, как командир, офицер. И она такая, пастырь, мне так нравится сейчас быть послушной женой. Слава Богу. Но если бы в том случае положить руки, там не было уважения. Там не было вот этого библейского подхода. А жена да боится или уважает. А у него с главенством абсолютно разрушенный, как мужчина, как глава, абсолютно мама это сделала. И ему тоже нужно было реабилитация, покаяние, научиться от Господа. Я не знаю, видите ли вы в церквях, может быть, таких молодых людей или пары, у которых прошлое, вот было такое. Это отдельный блок, мы с вами будем говорить. Мы его назвали фальстарт. Старт. Неправильный старт или старт с дефектом. И иногда некоторые проблемы, они продолжаются как раз вот по этой причине. Матфея 19,6. Какой текст? Если высвечивается, не высвечивается у нас, да? Вы записываете. Матфея 19,6. Так, что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. И мы здесь не философствуем, понятно. То есть, семья это раз и надолго, и навсегда. Бог предназначил то, что вот это вот слияние, или как греческое слово говорит, склеивание. Склеивание. Это происходит, друзья мои, на очень серьезном уровне. Поэтому и в Библии, и в Коринфянам апостол поучит, что кто склеивается с блудницей, тот отнимает члены у Христа, тот ворует тело. И поэтому мы понимаем, что это серьезно. С интимной связью. Те люди, которые сочетались и стали, совокупили, стали одной плотью. Это раз и навсегда. Это связь интимная, душевная, духовная и так далее, физическая. Следующий текст 1 Петра 3,7. Так же и вы, мужья, 1 Петра 3,7. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Так, братья, оказываем честь нашим женам, уважаем тоже, оказываем честь. Если мы этого не делаем, проблема большая. Бог через это место нам говорит, если ты не будешь уважать, если ты будешь бесчестить свою жену, не будешь оказывать достойного, в чем она нуждается. Может она не говорит, но ты должен быть проникновенным. На тебе лежит ответственность за духовное, душевное, эмоциональное состояние твоей жены. Если она будет недополучать от тебя, у тебя будет проблема. Бог говорит, я даже с тобой разговаривать не буду в молитве. Так написано здесь, что будут проблемы в молитве. И это очень важно, это очень важно. Снова таки, женщина и мужчина, душа мужская, душа женщины одинаковая перед Богом. Не ведемся ни на какие учения, или где-то вы может быть слышали, вот у женщины свое место. Душа одинаковая, она сонаследница благодатной жизни. Положение только разное. Может быть вы в офисе работаете, или сами являетесь директором за какой-то отдел и так дальше. Но вы одинаковые мужчины от других работников. Просто положение разное. Как и в политике, как и в церкви. Пастырь такой же мужчина, как и дьякон. Дьякон такой, как и проповедник. Но есть положение, которое Бог просто поставил в это положение. А душа одинаковая. Некоторые говорят, так она же помощница. И вот как бы так соблазняются на этом слове. Помощница это вроде бы как второстепенное. Но это неправда. Помощниками иногда в Библии назван Дух Святой. Иногда в Библии, в Ветхом Завете, назван сам Бог. Он говорит о себе. Я твой помощник. Я тебе помогаю. Так теперь скажите, что Бог второстепенний, чем тем, кому Он помогает. Да нет. И поэтому, если жена помощница, она сонаследница благодатной жизни. Такой, как и твоей жизни во Христе. Но вот в положении Бог поставил тебя временно, на земном отрезке. А потом вечность. Там уже ни женского, ни мужского пола. Там уже все пребывают как ангелы. И там этой иерархии или пунктов положения не будет. Поэтому давайте будем внимательными, оказывая им честь. Мы в Крымороге или на Крыворожье, как-то проходило одно съездное служение. И там нас познакомили с одним человеком. Он там проповедовал, делился. Он такой миссионер. И вот тут могу, наверное, сказать, потому что Крыморог далеко. Я в Крымороге когда проводил, говорю. А в одной стране так, чтобы никто не догадался. Хотя от Днепропетровска тоже близко. Но его звали Нуре. В общем, он сам из Армении. И нас попросили. Я говорю, Константин, можете его отправить на поезд, посадить билет вечером. Там послужим без проблем. И сгонутые детки. И он садится. Я говорю, ну брат Нуре, рассказывай. Сколько ты уже на Украине? Он полгода. Я говорю, да ты что? Я говорю, а за полгода как ты, сколько раз там съездил туда-сюда? Он говорит, да не, вот это вот как выехал. Я говорю, а семья-то у тебя есть? Я говорю, да, есть. И пять детей. Я говорю, я так, аллилуйя. Ну я говорю, ну как-то вот полгода многовато. Вот. Без семьи, без жены. Вставочку здесь хочу вставить. Братья и сестры, сейчас проблема. У вас может быть тоже. То в Польшу на заработки, то еще куда-то уезжает, уезжает. И потом там на западной уже бьют тревогу. Что разводы, проблемы, год-два. Я спрашиваю Нуре, ну а что на это говорит твоя жена? Как он обиделся на меня? Горячая кровь. Как так, что ты украинец? Ты, что я у жены должен спрашивать? Интересно. А я ему дам и вот это вот место из Писания. Слушай, дорогой, ты такой крутой миссионер, евангелист. А ты вообще знаешь, что если жена твоя там в Армении плачет, если ты ей сказал так, цыть женщина, знай свое место, если во главе у тебя только закон размножения, а она вот недополучает, как сонаследница, у тебя реальные проблемы с Богом. Он на меня так смотрит. Твое служение может быть, оно не впечатляет Бога, если твоя жена плачет. И это очень важно. Когда у Даррика Принца спросили, я уважаю этого учителя, не знаю, как вы, о одном знаменитом проповеднике. Я эту цитату выставлял на Фейсбук, кто на меня подписан, может там зайти, тоже ее прочитать. У него, у Даррика Принца спросили, а как ты вот об этом проповеднике знаменитом, что ты думаешь? И он сказал, я ничего не скажу, пока не увижу его жену, пока не пообщаюсь с ней. Если о жене написано, что она слава мужа, я вот посмотрю, если его жена в депрессии, или нервная, или несчастливая, то, ну, тогда я дам вот ответ в своем анализе. И поэтому это очень важно, почему мы поднимаем вот этот вопрос, и мы должны задуматься. Мы не просто индивидуальные, отдельные частички, мы настолько должны быть гармоничны, настолько у нас должен действовать этот закон любви, отношений, коммуникаций, что мы можем сказать своим женам, любите, представляете, братья, если в Писании написано, что братолюбие у вас добудет с нежностью, то есть это даже призыв, не то, что дома, но чтобы братья и с братьями также были нежными. Но я по нашей братской, когда сойдутся эти все дровосейки, я думаю, я кем-то тут с нежностью, вот с этими мужчинами огрубелыми. Но даже вот позже слово призывает нас, чтобы мы были братолюбивы друг к другу, а тем более с нашими женами, чтобы мы любовь им оказывали, а женщины, чтобы уважали, любили, вот как бы этот фобиус, благовейный страх. И женщина тогда счастливая, когда она занимает вот правильную позицию за мужем. Мы иногда на шишках учились вот с Данутой в этих вопросах, и Данута получала тоже откровение. Говорит, я вроде бы там выпрыгивала в некоторых моментах, чтобы тебя защитить. И, говорит, и получала такие удары, и мне тяжело было, как женщине, нести, и Бог ей проговаривал. Говорит, я его глава. Тебе не надо было лезть. Я его глава. Я защищу. Женщина, ты будь на своем месте благословенном. Ты там. Я предназначил тебе там счастье, там благословение. И она думала, что она, знаете, вместо Бога может там защитить своего мужа. Не надо это делать. Дорожим тем местом, оно самое драгоценное. И мужчины, и женщины. Из этого видно, есть множество местных писаний, вы их прекрасно хорошо знаете. Подведем такой вот блок вот этих столпов или оснований. Любовь, ценность, уважение, постоянно растущие отношения в семье. Все это вместе, под словом, и благословил их Бог, и служение, и жертва в пользу другого. Еще любовь, ценность, уважение, коммуникация. То есть мы должны работать над развитием наших отношений. И, конечно, без жертвенной любви, без агапы, которую мы, конечно, учимся у Иисуса Христа, ну, не будет дела. Один человек так сказал, несчастной любви не бывает. Несчастье приходит от ее недостачи. От недостачи любви. Любовь живет во мне, доколе я делюсь ею. Доля может быть процентов 40 в первые 2-3 года. Они самые такие критические. На 100 браков 55 процентов разводов. В Японии, если сравнить, 27. А в Индии 1 процент, 1,1 процента. Я тоже не знаю, думаю, там у них иногда и на животных, там, на собаках, там замуж там выдают извращения различные. Я думал, что... Но, оказывается, все-таки институт семьи как-то вот в Индии, ну, если верить этой статистике, которая общедоступная, чем больше страна верующая, тем меньше разводов. Вот я не знаю, насколько Днепропетровск верующий. Насколько он отличается, например, от Кривого Рога. Я знаю точно, что статистика по Волынской области или по Ролинску отличается от статистики в Днепропетровской области. Есть, есть разница. Мой отец сам с Волыней. И так, под север там Волынской области, там Маневский район в Белоруссии и там в село въезжаемое 99% евангельских верующих. Лышнивка. О! То там вот верующий меня водил. Идем, идем, поцелуй, идем, вот здесь неверующий живет. Потом улицу целую прошли, там еще неверующий живет. Не так, ну, вот, знаете, настолько много там молитвенных домов, небольшая, и так, ну, статистика разная. И вот насколько в действительности вот Днепропетровск, но я слышал раньше статистику, что больше всего разводов и суицидов и криминалов первое было Донецкое, потом Луганское, потом Запорожское, где-то на уровне Днепропетровское, Харьковское. и чем дальше на Запад, тем показатели получше. И поэтому настолько есть вот страха Божия, насколько люди все-таки поняли из Библии, ну, где-то, может быть, под страхом, как религия, знаете, это тоже такая бомба замедленного действия, потом люди переселяются, допустим, с Польши, более, или там, с Лолыни вырываются в Данию, в Норвегию, и там, может быть, потом взрыв происходит. Если религия, это ненадолго, но если научены, если детки научены, если мы научены, если мы любим Бога и с Богом конят, тогда, где бы мы ни были, показатели будут такие. Наша мама, Дануты моей, мама, моя теща, она в ЗАГСе работала, и у нас там Центрянногородской район, и она как раз на регистрации, там браков было, я говорю, Константин, иногда такая ситуация, что вот месяцы были такие, вот столько было зарегистрированных браков, допустим, там 25, там, или там 30, а разводов 35 или 40, и некоторые месяцы даже разводы перегоняли, перегоняли, и поэтому, почему мы об этом говорим, и сегодня будем молиться, и делаем акценты на различных, там, файлстарта, или отсутствие отношений, или затухание, вот, этих коммуникаций, это очень важный вопрос. Итак, это блок, который мы называем файлстарт, или начало с дефектом. Я занимался велоспортом, иногда нам стартовали флажком, иногда стартовый пистолет, когда мы просто стартовали, и неправильный старт, это кто быстрее или неправильно, в общем, не вместе стартанули, и разворачивали, и мы опять начинали сначала. Кто плаванием или в других вещах занимался, тот это тоже момент знает. А при чем тут супружество? А вот, друзья мои, оказывается, есть много горячих голов, на которых положили руки, не задумываясь, и потом, и потом проблемы, какие-то рюкзаки, какие-то ноши, где-то рванули, люблю, не могу, кипяток и так дальше, а потом утром проснулись, как мы говорили, эгоисты. Или просыпается, оказывается, что семья это не только воскресенье и благословение и торты, шоколадки, оказывается, семья это потом понедельник, вторник, среда и на всю жизнь. И люди были неспособны, меняться, или почему там какая-то внутренняя моя проблема. Один человек сказал, его зовут Кейн Эймос, я это уже выражение не раз говорил, я его читал в журнале пятидесятническом, который является ассамблеей Божьей, и он говорит такие вещи, никто не растет сам по себе, всегда есть люди, которые влияют на развитие человека. никто не растет сам по себе, всегда были или есть люди, которые повлияли на развитие твоего, Константин, твоего брата. Ты думаешь, я такой уникальный, я это я, но на самом деле, когда приходят молодые люди, вот, перед свадьбой, во время уже свадьбы, но это есть часть какого-то уже родства. Почему у тебя такое мировоззрение? Потому что такое было мировоззрение у мамы моей, у бабушки моей. А почему ты так вареники вот так вот делаешь, а не так? Да потому что я видела так у мамы. А почему так делаешь? А это все в семье и разное. Плюс потом личный свой опыт после там отрочества, там юношества набрали различных вот моментов. Поэтому вот этот лишний вес, все, только это не намек на лишний вес, вот, но вот этот лишний вес или груз, эти ранцы люди приносят и потом вместе он как мужчина, она как женщина и теперь как мама и папа. И мы с носителями в нас вкладывали, начиная с рождения наши родители. Есть благочестивое влияние и есть негативное влияние. И, друзья мои, кого-то там хорошо улица уложила, у кого-то друзья, множество пословиц, они вот почему из этого взят. Яблоня, яблоня, яблоня далеко не падает, скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты и так далее. То есть, мы влияем друг на друга, мы формируемся, потому что, ну, церковь тоже формирует, слово Божье тоже формирует, дух святой формирует. Откуда? Где-то мы это увидели, что-то почерпнули, поэтому важно. Витяков Сергей Станиславович, он советует при выборе не просто смотреть на девушку там или там на братика, на мальчика, но, он говорит, вы смотрите на родство, потому что вы женитесь или замуж выходите в какой-то мере тоже на родстве. Это было влияние. она сформирована, он сформированный. Уже когда мы взрослые и мы становимся, да, мы личность, уже есть часть меня, но множество пайзлов сложено людьми власти. Родители, авторитеты, учителя, кто твой учитель и так дальше. Даже очень важно в какой церкви мы выросли. При там традиционной и нетрадиционной и вот множество различных понятий и обретения, а потом вместе живут, а там что-то вот как-то клея не хватает. Поэтому дай Бог нам мудрости. Вот давайте мы с фальстартом разберемся. Первое. Мы приносим или начинаем, даже это актуально, если 10-20 лет мы вместе, свой опыт и опыт своих родителей негативный, или позитивный, но желаем мы этого, не желаем, оно как-то подсознательно уже такая наша реакция. И причем, когда все хорошо, эту реакцию не будет видно. Любая такая, ну, скажем, негативная реакция, она будет проявляться под давлением, ибо это в момент давления вот наша сущность, она, наш характер просто проявляется. Второе, что мы можем приносить в супружество, это ценности и наклонности. Как Саакашвили, это президент говорил, да, что если наши ценности, они одинаковые, то есть, знаете, вот, если для меня ценно Библия, то слава Богу, что для жены моей ценно. Если ценно для нас молитва, если для нас ценно не оставлять собраний, а он же такой был братик, который, ну, как водолаз, там, вынырял, там, в воскресенье раз в месяц или на хлебопреломлении, и потом, ну, вы склеились, он со своими понятиями, а ты, может быть, из семьи служителя или просто благочестивая семья, где не оставляй собраний, и там служить, и туда, и туда, а он такой, ну, скажем, лежачий полицейский, диванный христианин, и вот, вот, а что ты так, не надо напрягаться, и начинается проблема, а что ты меня не слушаешь, а что ты начинаешь, что тут это вот, и поехала, и поехала. И поэтому что-то мы принесли, каждый в отдельности, свои ценности, наклонности, свой характер, свой темперамент, ну, темперамент не меняется, если ты холерик, холериком и перейдешь, санвеник, санвеником перейдешь, и меланхолик, и там потом, но характер, друзья мои, это то, что преображается, никогда не говори мудрую другу, терпи меня, или пастор, там, церкви терпи, характер у меня просто такой, а так я белый, пушистый, вот меня надо любить, это ложь, это неправда, потому что Бог предназначил нам меняться, преображаться, послание к евреям написано о характере, там, в английской Библии, вариант, короля Якова, сказано, что вот, запечать, КС, что Иисус, имеет печать Отца, и в другом месте, если вы видели меня, видели и Отца, то есть, вот этот вот отпечаток, вот это слово КС, или как бы из греческого, там такой корень, что изготавливали такую заготовочку для чеканки монет, или печать, то есть, то, что здесь, ты ударишь, будет здесь, отпечаток, там не будет другого отображения, если здесь, так вот, в нас должно быть такое КС, которое отпечатывает характер Иисуса Христа, почему и сказано, что мы преображаемся в тот же образ, нам нужно работать, смотреть на Его славу, и преображаться, чтобы вот, рука мастера коснулась скребок, и где-то в нас вырезалась, вот этот вот характер, чтобы мы могли меняться, мы приносим свой характер, поэтому, сестричка дорогая, работай, брат, дорогой, благодаря Святому Духу, и нашему Господу Иисусу Христу, работаем над своим характером, а если ты более спокойный, то ты такой спокойный и будешь, или темперамент у тебя более горячий, это то, что Богом заложено навсегда, но поступить мудро, сдержанно, поработать над собой, над своим, словарным запасом сказать, ты у меня прекрасная, ты нежная, ты красивая, ты заботливая, я тебя люблю, мы над этим должны работать. Что мы еще приносим, вот лишний вес, сценарий, о чем я уже немножечко сказал, что когда, вот, проблема, то, как мы реагируем, какой сценарий, что, ну, скажем так, вот внутри заложено, я молюсь, либо я убегаю, я нервничаю, я начинаю срываться, кричать, и я иногда, если так нервничаю, моя жена, она уже меня так хорошо знает, я уже подогреваю, сейчас все будет нормально, это чувствует, я стоп, для меня сигнал, там, ну, не красная, но такая оранжевая лампочка, что-то я действительно разошелся, и, вот, она, она внутренняя в этом, а могла бы, конечно, ну, вот температуру поднимать, то что ты на меня это, и тому подобное, и можем далеко заехать, сценарий, пятая, душевные травмы, и комплексы, это можно приобрести, это можно носить, вынашивать, не отдавать Иисусу Христу, знаете, большие комплексы, или травмы, как раз, от людей власти, были такие случаи, когда родители, верующие, того не подразумевая, но проклинали, своих детей, или унижали, унижать своих детей, это то же самое, что проклятие, то есть, выращивать комплексы в своих детях, это беззаконие, и, мы служили таким ребятам, которые отец не уважал, мама не уважала, или там девочка, сестра, она была разрушена, я вам скажу, я как служитель, как пастор, я 18 лет уже служил, как пастор, но я даже, как-то был одного момента, не заметил, что некоторые вещи, я тоже сеял, и в отношении, вот, своей дочки, Дианы, когда я что-то сказал, в отношении ее внешности, вот, не помню там, ну, я вроде комплимент сказал, но неудачно, знаете так, как дровосек, там, булочка прямая, но это ж опасно девочке сказать, там, у нее сразу, ну, думает так, все, я толстая, папа сказал, я толстая, и проходит время, у нас хорошие отношения, все, и как-то раз, такой момент, а, папа, это то, что ты вот обо мне сказал, да, вот там, это там, татуица, ну, что ты, потом проходит еще как-то полгода, опять она говорит, папа, это вот тот момент, помнишь, ты когда-то мне сказал, да, и мне, знаете, вот в этот момент, Дух Святой начал говорить, говорит, это ты посеял, и я беру ее, завожу комнату, сажу на, на ноги, на безопасное место, мужчины, если жену тяжело, там, что-то говорить, ловите ее, в вашей квартире, садите на колени, и на коленях решается 99%, когда вы, вот так вот, на своих коленях, будете с ними разговаривать, еще обнимете его, и по душам будете говорить, я взял свою дочку, посадил, говорю, додица, я понял, как его Господь проговорил, я отрекаюсь от этих слов, которые сказал, как отец, твою жизнь, я разрушаю действия этих слов, хотя, я никакого ругательства не сказал, я, ну, оно почему-то имело такое действие, психологическое, и потом дальше, духовные силы хотели, ну, разворачивать, и унижать, и, ну, скажем, там, работать в комплексе, я говорю, я разрушаю, и помолились, я тебя люблю, ты моя тростиночка, ты моя прекраснейшая, все, помолились, проходит год, она говорит, папа, помнишь, какой-то вот тот случай был, мы еще молились, вот он не помнит, что слово, я говорю, она и забыла, она и забыла, и даже нету шлейфа, потому что разрушено это слово, человека власти, как отца, но есть люди, которые носят обиду на пастыря, на служителей, это тоже люди власти, может быть, авторитеты, друзья, которые были твоими авторитетами, и они сказали в твою жизнь, это тоже могут иметь комплексы, начальник на работе, учительница, когда мы росли, дети, в нас вкладывали, учительница в первом классе, она била указкой, меня по рукам, и кто-то из вас мог что-то пережить, и знаете, печально, что это может проявляться в семье, вот эти комплексы, там никто же не разрушал, там никто же прощения не попросил, и насеяли, 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 но да, мы приходим к Иисусу Христу, и просим Господь, исцели, прости, и открываем свое сердце, я вам скажу, что бывают такие случаи, где вот это работает, и там нужно покаяние, прощение, отречение, и восстановление, учителя, или другие евреи, говорят такую пословицу, отдайте ваших детей нам, на восемь лет, а потом уже те их забирают, все, что уже надо, мы в них вложили, и это действует, кто-то скажет, там не этого, восемь лет, это действует, в этом возрасте, практически на 70%, или на 80%, формируется человек, кто-то до 8, кто-то до 11 лет, а потом уже отношения, потом уже развивается по-другому, поэтому очень важно, и кто-то из нас теперь скажет, да не важно, где я родился, кто из нас скажет, да не важно, у кого я учился, или у кого я родился, это важно, и это работает, и поэтому иногда можно войти вот в такой, еще я попрошу немножечко времени, и мы закончим, я задержался, отверженность, люди могут быть отвержены, это тоже нужно, чтобы Господь исцелил, потому что раненый будет ранен, братья, отверженный, он будет тоже, знаете, ну, или мстить, или их чего-то доказывать, я видал таких ребят, которые говорили, я никогда не буду такой, как мой отец, но при всем при этом, начинал гнобить свою жену, подобно так, как терзал его отец, он был отверженным, негативный, разрушительный опыт, ну, такое вот, на заключение, перед перерывом, изюминку подкинем, негативный, разрушительный опыт, как раз интимный, давайте выявим, среди нас есть ли сепаратисты, одинокие, есть, есть кто-то, еще один, но это будет хорошим тоже материалом, я имею ввиду, здесь нету подростков, детей таких, которые бы, на интимную сферу, это вам, родители, решать, если кто-то есть, но я считаю, что с 16 лет, это даже необходимо уже знать, сегодня дети в 16 лет, больше знают, чем родители, если в церквях молчат, если на таких семинарах молчат, то интернет не молчит, друзья не молчат, 11-12 лет, нашим дочерям в гимназии, бегали со смартфоном, и показывали фотографии порно, и зная, что они верующие, так, на, на, так тыкали, вот, и наши убегали, там, прятали глаза, есть все такие жестокие дети, и так негативный, разрушительный опыт, фиксируется первый негативный опыт, ученые говорят, что есть такой феномен, я не знаю, насколько это, правда ли, неправда, но не раз уже слышал, называется телегония, такое смешное название, суть-то ученых, у женского организма, есть способность на уровне, там, психологии, или, там, генетики, запоминать, вот этот, интимный первый опыт, и ужасно, если это не один только, такой, скажем, беззаконный, прелюбодейный опыт, суть в чем, это еще, когда не было развито, наука, были такие прецеденты, в семье, там, и разводы, когда в семье белых рождался, вот, темный, черненький, афроамериканец, все, там, развод имени изменило, и с развитием уже медицины, и геноинженерии, снова-таки, появился такой случай, и муж подает на развод, а она клянется, божество, я тебя не изменяло, и надо же так, уже такой накал, там, пошел, сдают вот анализы, и оказывается, это его ребенок, но на черных, они оба белые, там, как норвежцы, волосы белые, ресницы белые, все белое, а ребенок очень-очень темный, и бабушка, она призналась, видя вот это, что жизнь внучки, и все, не знала, как это повлияет, не повлияет, говорит, в моей жизни была связь с темными мужчинами, и она там, и исповедовалась, и рассказала, что в каком-то там общежитии были афроамериканцы, и вот она с одним молодым человеком, и потом, некоторые случаи, тоже появились, подобные, и поэтому ученые так сказали, что это за феномен, то есть у дочки не было связи, чистый листочек, все, но, а в роду была связь у бабушки или у мамы, и это, эта память в ДНК вложила, я не скажу вам до конца исследованно, не знаю, но вот такой феномен, нам не нужно таких приключений, да, чтобы в семьях появлялись вот такие фрагменты, накал, разочарование, ужасы, просто мы должны это знать, я просто хочу сказать, что такая вещь есть, и мы говорим, ну, начало неправильно, или фальстарт, люди что-то могут принести, или родство что-то может принести, благословенно это или не благословенно, я вам скажу, действительно что-то есть, в одной церкви, не знаю, там одного пожилого братика, он мозг выносил пастору, ропот, постоянно все, я смотрю на его сына, такой же, я смотрю, детки подрастают, они в воскресной школе там, теперь начинают, ну, такой героизм проявлять, что-то они вложили, передают, фантазии интимные, парень, девушка, как они жили, насколько они были погружены в интернет, какие у них друзья было, но вот началась супружеская жизнь, они носители, они как флешечки, теперь вставляются вот в операционную систему, и вот новое творится, но на этих флешечках какие-то вирусы, что-то вот они, чего-то насмотрелись, так, нафантазировались, порнография, за порнографией, говорят, это вообще проблема мужчин, но и это проблема тоже и женщин, скажите, в Советском Союзе секса нет, среди христиан там вообще такого там какой-то порнографии, я один опрос американский слушал, статистика, друзья мои, ужасная, такой был вопрос сделал мужчин, и большинство там признавались не то, что когда-то, но и на сегодня зависимые порнографии, беспорядочные связи, то, то есть это все влияет, это наполняет, это что-то формирует, мое какое-то отношение, потом самоудовлетворение, там, мастурбация, и я еще раз вам хочу сказать, это видно, иногда влияет это на жизнь, потом супружескую дальше или нет, бывает вот такая флешка, я уже таким языком, да, вот, такая личность вот вступает, он там крым и рым и медные трубы, и все прошел такой, и иногда даже уже зубов во рту не осталось, а ему давай вот такую деву чистенькую такую, чтобы там флешечка была у него в порядке, все, и потом начинают вместе жить, и некоторые рассказывали, потом эти девушки, они бегут на исповедь, они бегут к своим родителям, плачут, они не знают, что делать, у него такие представления об интимной жизни, она, ну, абсолютно для нее некоторые вещи это дикость, это зверство и тому подобное, вы понимаете, о чем я говорю, да, братья и сестры, и приходится, а потом со служителями, если, знаете, еще люди попросят этой помощи, извини, а также в основном внутри, в себе, и потом только на каком году жизни это выстрелит, взорвется эта бомба, знает только сам Господь, все это вот, это разрушительный опыт, есть такое понятие, как здоровый метаболизм, то есть в организме масса химических элементов, которые позволяют нашему телу там и пищеварение, и разные такие моменты, и вот есть один такой гормон, он называется окситоцин, и это не лекарство, есть лекарственный препарат, кто-то может быть есть медики, я не о том, что когда дают женщины, чтобы умножилась лактация, когда там кормят ребенка, есть природная вырабатывается этот гормон окситоцин, когда происходит интимная связь у мужа с женой, я такой термин, не мужчина и женщина, потому что в нашем понятии интимная связь, как христианин, это муж и жена, то вырабатывается этот гормон окситоцин, и его еще называют медики как сближающий, то есть это увеличивает доверие и удовлетворение в другую, он вырабатывает чувство безопасности, еще он вырабатывается в организме женщины, когда женщина кормит ребенка грудью, тоже происходит химическая такая, процесс в организме, это все заложено Богом, так вот, что происходит, когда человек в порнографии, когда человек занимается самодовлетворением или мастурбацией как медицинской, или еще вот как-то там фантазией, происходит вот этот вспышка химического элемента или гормона в теле происходит, а сближения нету, а рядышком не жена, а рядышком не муж, или перед экраном порнографии, и врачи бьют револю, и окситоцин меньше, 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 и ребята сегодня в Украине, которые 5, 10, 15 лет побыли в порнографии, они не способны потом производить потомство, они не способны вообще любить, говорит, порнография, она же не любит любить, порнография учит получать удовольствие, она не учит любить свою жену, женщину твоей мечты, это просто ради удовлетворения, и когда вот этот вот закон, вот эти вот процессы, которые Бог установил, люди вот так вот тратят и культивируют свои жизни, то сближение прекращается, и физическая жизнь прекращается, и сближение прекращается, и на этой почве очень много проблем, и поэтому все эти мерзости, они опустошают, разрушают, приходит обратная реакция, осуждение, ненависть, крадут здоровье и убивают семью, я бы хотел на этом сделать такую паузу, еще раз скажу, очень важно, что все эти моменты, которые мы говорим, свой опыт, ценности, наклонности, свой характер, сценарий, душевные травмы, комплексы, отверженность, негативный, разрушительный, вот интимный опыт, все это имеет большое значение, как мы начали жить, что сегодня в нашей семье, в каком сегодня состоянии, вот семейный наш компьютер, флешки вставлены, процессы запущены, а там, пусть у пастора голова болит, да, нет, мы должны это разобраться перед Богом, на этой части, аминь, извините за задержку, переменеем. Спасибо.